Рабочее совещание комиссия начала в зоне технического пляжа. Купаться здесь будет строго запрещено. По проекту пирс украсит бутовый камень и арт-фигурки в форме рыбок. Таким образом, это место должно стать своеобразной зоной релакса с видом на каму. Что касается стены заграждения, то на ней комиссия планирует установить иллюминацию, но этот вопрос еще требует доработки. Вот этот кусок, есть смысл его отдельно подсветить? Учитывая вот эти все проблемы, вопросы. Вопросы для обсуждения у членов комиссии возникали практически на каждом метре, начиная от безопасности нахождения людей в этом месте, заканчивая мерами по пресечению вандализма. Некоторые вопросы приходилось прорисовывать прямо на песке. Делать ее не такой, а может быть не такой, а может быть... А если повторить контур, то это... Все грядущие изменения и окончания работ нижнекамцы ждут с нетерпением. Очень нравится. Я хожу с удовольствием, прям с желанием. Всегда пешком хожу в огород. Хочется всегда увидеть результат. Поэтому, я думаю, все нижнекамцы будут довольны. Так же, как и парком в этом семья и парком около Джалиля. Я с другого города приехала, мне очень нравится. Мы вот гуляли вечером, очень красиво. Подсветка кругом, очень красиво. Старайтесь для людей. Во время сегодняшнего рабочего совещания во главе с мэром города Майдаром Медшином было принято решение о расширении пешеходной зоны. Теперь здесь по новому плану будут располагаться скамейки и арт-объекты. Так же здесь открывается отличный вид на светомузыкальный фонтан, где каждый нижнекамец сможет сделать памятную фотографию. Я думаю, что это будет одно из самых любимых мест нижнекамцев, гостей нашего города, территория набережной. Поскольку сама Кама, вид, луга, холмы – это все то, что вот то достояние и вот те преимущества, которые мы имеем, живя непосредственно в Нижнекамске. Как говорят власти города, открытие обновленной набережной запланировано на конец августа. Александр Халин, Влас Семагин, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».